В Славянске-на-Кубани состоялось зональное совещание по вопросам эффективного наполнения бюджетов Абинского, Славянского, Красноармейского, Крымского, Северского и Темрюкского районов. Его провел вице-губернатор Иван Перонко. Подробности в первом материале выпуска. Участниками совещания стали главы районов, специалисты Министерства экономики, управления налоговой службы, службы судебных приставов Краснодарского края, финансовых управлений, администрации районов. В ходе совещания рассмотрели, как по итогам семи месяцев текущего года шесть муниципальных образований выполнили работу в плане обеспечения поступления доходов в консолидированный бюджет края. В целом ситуация благополучная, отметил вице-губернатор Иван Перонко. Не смотря на те проблемы, которые есть, в целом, в общем-то, края, те бюджетные назначения, те задачи, которые поставлены, выполняют, мы, в общем-то, уверены идем к тому, что рост доходов у нас более 10%, ну и, конечно же, идем к тому, что та цифра, которая обозначена, 204 миллиарда, она будет обеспечена и поступит в бюджет. Иван Перонко также отметил, что среди шести муниципалитетов есть лидеры. Хорошие показатели у Славинского, Абинского районов. Но не во всех районах ситуация складывается также хорошо. У некоторых из них есть задолженность по арендной плате за землю в консолидированный бюджет края. Не в полном объеме обеспечивается поступление транспортного налога. В некоторых районах высока кредиторская задолженность. Как отметил вице-губернатор, у всех есть свои проблемы. Для этого и собрались, чтобы их обсуждать и находить пути решения. Конечно же, прежде всего, это надо уделить внимание развитию экономики всех отраслей. Ну, учитывая, что сельскохозяйственные районы у нас здесь присутствуют, конечно же, прежде всего, развитие агропромышленного комплекса. Хотя, вот и промышленность развивается. Мы видим, какими темпами она развивается в Абинском районе, в Славинском достаточно хорошем, в Красноармейском районе. То есть, есть резервы. Ну, я, в общем-то, уверен, что польза будет от сегодняшнего совещания. И мы, в общем-то, увеличим поступление доходов. Поступление доходов в бюджет затрагивает интересы практически всех жителей Кубани, отметил Иван Перонко. Ведь большая часть доходов уходит на социальные расходы – здравоохранение, образование, физическую культуру и спорт, культуру. Прежде всего, это делается для повышения уровня жизни людей. По итогам совещания утверждена программа мероприятий, исполнение которой поможет районам грамотнее формировать бюджеты, увеличивать доходную часть, а значит, эффективнее развивать свои территории. Тина Копачевская, Сергей Тимовский, Георгий Калинин. Программа «События».